Я очень рада вновь видеть вас у себя в гостях, друзья. Сегодня я поделюсь очередным вариантом заготовки виноградных листьев для толмы. У меня на канале есть вариант сухой консервации, но на этот раз у нас немножко другая обработка. Листики получаются вот такими, чуть ли не эластичными, очень удобно ими пользоваться. Кстати, они также получаются очень ароматными, более ароматными. И все эти прожилки становятся более нежными. В общем, этот вариант мне очень сильно понравился. Итак, начинаем с подготовки банок. Как видите, я их уже помыла. Они у меня пока еще влажные. Сейчас вот в таком влажном состоянии я их отправлю в духовку. Духовку предварительно не разогреваем. Она должна быть такой же холодной, как и наши баночки, чтобы они не лопнули. Кстати, допустимая максимальная температура для банок это 120 градусов. Поэтому ставим на 120 градусов и отправляем их туда. Влага изнутри испаряется, и этой влаги, этого пара хватает для того, чтобы стерилизовать наши баночки. Никакой дополнительной добавляем. Кстати, друзья, что касается времени, необходимо просто следить, чтобы они полностью высохли, чтобы влага изнутри полностью испарилась. Вот и все. Итак, они у меня уже в духовке. Сейчас включаю. Кстати, почему у меня столько банок? Для листиков мне столько не понадобится. Просто я параллельно делаю также варенье из шелковицы. Скоро это видео будет на канале. Вот почему мне нужно столько банок. Пока у нас баночки стерилизуются в духовке, подготовим листики. В первую очередь хорошенько их моем. Выбираем только самые здоровые, друзья, без всяких повреждений. Обратите внимание в первую очередь на размер, чтобы возможно было туда что-либо заворачивать, делать столмом. Также обратите внимание на эти прожилки. Если они слишком жесткие, тогда такие не подойдут. Потом очень неприятно, когда в еде попадаются такие листики. Я все уже помыла. Сейчас делаем следующее. Складываем по 5-6 листиков следующим образом. Делаем вот так. И сразу можно отрезать хвостики. Хотя это не обязательно делать прямо сейчас, но так очень легко. И вот так вот, друзья, складываем, подготавливаем их для дальнейшей обработки. Вот таким вот образом. Те, кто работают с листиками в первый раз, знайте, что хвостики очень глубоко отрезать не нужно, потому что из-за этого они легко могут порваться. У меня уже все подготовлено. Кстати, не обязательно складывать их именно так. Просто так, на мой взгляд, удобнее. Теперь нам нужно кипятить воду, друзья, и на каждый литр кипятка добавляем одну столовую ложку соли. Потом мы будем все это обрабатывать именно в этом растворе. Вода у нас закипела. Тут у меня полтора литра воды. Добавляю полторы столовых ложки соли. Ложка вот с такой большой горкой. Берем каждую стопку и всего на несколько секунд окунаем в этот кипяток. И все. Потом все складываем в банки. И так до самого конца. Конечно же, вода за это время выкипает, особенно если у вас так много листиков. Так что можно доливать воды, можно добавлять немножко соли, потому что соблюдать идеальные пропорции соли и воды, конечно же, не требуется. Главное, чтобы все было более или менее похоже на то, что было в начале. Даже иногда делают это совершенно без соли. Просто с солью и вкуснее и намного безопаснее. В баночках их легко можно вот так вот утрамбовать. После такой обработки они достаточно эластичны и с ними ничего не случится. Если у вас пальцы не выдерживают эту температуру, после обработки не можете так их складывать. Можно это делать на тарелке или на досточке, как вам удобно. Мои мальчики говорят, у мамы суперспособность выдерживать высокую температуру. Я думаю, у многих мам тоже есть такая суперспособность. Вот посмотрите, когда я нажимаю, вода вот так поднимается. Хотя я воды не добавляла. Тут ровно столько, сколько осталось на поверхности. Рассола вполне хватает для того, чтобы ничего не добавлять. Но если вы заметите, что воды внутри мало, что вот эти последние листики остаются без воды, тогда можно добавить пару столовых ложек. И все. Хотя обычно в этом не бывает необходимости. Вот сравните цвет. Как только цвет поменяется, значит все уже готово. Можно положить в банку. Не зацикливаемся на секундах, просто следим за цветом. Самое главное следите за тем, чтобы они нигде не оставались такими яркими. Воды в кастрюле остается все меньше и меньше. Сейчас закончим с этой баночкой и дольем. Добавим также немножко соли. Я добавила сюда 750 миллилитров воды. Также после того, как начнется кипение, добавлю неполную столовую ложку, почти пол столовой ложки соли. Не забываем, что значительная часть соли вместе с водой уходит в банки вместе с листиками. А некоторая часть все же тут остается. Поэтому соли добавляем намного меньше, чем воды. У всех народов мира есть свои обычаи, традиции. Армяне один из древнейших народов мира. У нас история больше 4,5 тысяч лет. Представьте себе. И у нас тоже есть свои традиции. Есть достаточно богатая культура. Ну и, конечно же, традиционная шикарная кухня. Вот и все, друзья. У нас следующий день. Я вечером все сделала. У меня получилось 6 банок. У меня полкилограммовые банки. Вот, посмотрите. Кстати, у меня листиков было около 3 килограмм. Получается, в каждой баночке поместилось около полкилограмма. Это достаточно много. У меня тут есть старая банка, которую я специально открыла, чтобы вам показать, какие они получаются эластичными. Такой приятный запах после того, как открыла банку. Ну а листики вот такие достаточно мягкие и нежные. Даже эти прожилки уже после такой обработки становятся достаточно нежными. В общем, этот способ мне понравился. Надеюсь, понравится и вам. Добавил субтитры сделал DimaTorzok